Приветствую, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал. Ведь мы стараемся для вас. А мы начинаем. Студентка Елизавета Еременко, обвинившая артиста Александра Морозова в изнасиловании и избиении, не прошла проверку на полиграфе. Аппарат показал, что девушка лжет в самых ключевых моментах. Казалось, она очень уверенно отвечала на все вопросы эксперта, в частности, что юморист принуждал ее лечь в постель, а после изнасиловал и избил. В студию девушка пришла с довольно масштабной претензией. Пусть ее случай станет уроком для всех других девушек, которые безоглядно верят своим кумирам. Результаты проверки на полиграфе были обнародованы в студии телешоу. Они показали, что студентка лжет, и никакого насилия в отношении нее не было. А вот холодный и точный расчет эксперт увидел достаточно явно. В частности, он отметил прекрасное умение Елизаветы контролировать свои эмоции. Реакция студентки была чудовищной. Она продемонстрировала такую истерику, что даже ведущий Андрей Малахов попросил подружку-героиню увезти ее подальше из студии. Сам Морозов полиграф проходить отказался. Артист Кривого Зеркала заявил, что сам прекрасно все о себе знает и не верит этим железякам. Коллегу все время поддерживал певец Богдан Титамир, который в свое время попал точно с такую же ситуацию. Певец настолько раздражал Елизавету Еременко своими меткими замечаниями, что не выдержал даже Андрей Малахов, передача которого превратилась в балаган с истерическими криками. Ты для нее как красная тряпка для быка, обратился ведущий к Титамиру с просьбой умерить свои замечания. Гости студии уверены в одном. Девушка вызвалась на публичный позор только ради известности и финансовой заинтересованности. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня. Хорошего дня.